Сегодня в студии Ульяновской правды и необычный гость. Мой папа Рискин Михаил Владимирович. Сегодня у нас необычный день. Моему папе исполняется 80 лет. К сожалению, так бывает, что пока мы остаёмся детьми, все наши разговоры с родителями чаще касаются нас самих, наших потребностей, наших проблем и желаний. Мы спрашиваем их о том, как устроен мир, но редко о них самих. Сегодня мы попробуем исправить эту ошибку. Наверное, самый сложный вопрос первый. И всё-таки я решила начать наше интервью вот с такого вопроса. Папа, ты счастлив? Очень. Ну, давай поговорим. Я счастлив, что у меня есть вы с Илюшей, что у меня замечательная внучка, у которой прекрасный муж и у которой родилась прекрасная пранучка. Ну, я думаю, что основная идея сегодняшнего интервью как раз и будет заключаться в том, чтобы сохранить истории нашей семьи для уже последующих поколений, для Даши, а, быть может, ещё для кого-то. Дождёмся следующих внуков. И если мы говорим про детей, то тогда, наверное, вопрос из детства. А что ты помнишь из своего детства? Из своего детства, к сожалению, я помню немного, потому что я родился за два года до начала войны и был эвакуирован с моей мамой и родной сестричкой старше меня в Казахстан. Ну, и там смутные воспоминания о очень жизни тяжёлой, на которой трудилась моя мама там на бахче, а я только мог подержаться за её юпочку и помню, что у нас в нашей не совсем благоустроенной избе, можно так сказать, в Вестибюле жила коза. Вот это у меня детское воспоминание. Ну, а потом, когда уже, в общем-то, слава Богу, взяли Харьков, и в 44-м году мы вернулись в наш город, к сожалению, от нашей, по рассказам моих родителей, благоустроенной очень квартиры в центре города, не осталось ничего, и нам пришлось жить в полуподвале. Правда, единственное, что было хорошо, это было в центре. Вот, это была улица, названная писателем Гоголя, дом номер 3. Но он и сегодня существует, если я помню правильно, этот дом существует в Харькове? Дом существует, ну, из очень многих домов реставрированных, его не смогли отреставрировать, и что было удивительно для меня, для строителя, что я там увидел. Его фасад весь сделан из, ну, как бы, обои, где вычерчены окна, и вот так он и стоит. И он покрашен, но, к сожалению, он сейчас не жилой. Не жилой? Не жилой. А что за история? Я правильно помню, что якобы тебя маленьким ребёнком хотело украсть? То ли цыганка, то ли какая-то женщина? Это было ещё довоенное время, и когда мой папа, он отправлял эшелоны... На фронт? Нет, в район эвакуации. Он сумел нас с мамой и сестрой посадить в поезд, который должен был идти на Казахстан. Но этот поезд не спешил идти, ну, потому что, наверное, были зоны обстрела, и поэтому пришлось подождать 2-3 дня. Но у нас, слава Богу, хоть эти мои довоенные годы, до рассказа моих родителей, была очень благоустроенная семья. Папа мой уже был руководителем сельскохозяйственного снабжения города Харькова. Мама работала в комиссионном магазине, и жили они в приличной очень квартире в самом центре, на улице Пушкинской. И была у нас няня, которая занималась моим, как бы ухаживала, и занималась моим житием. И вот в эти дни, на третий день, когда уже эшелон стоял в зоне отправления, она... Няня тебя хотела забрать к себе. Она не хотела, она забрала меня. Она забрала меня и увезла пока в нашу бывшую, ну, не нашу, квартиру родителей туда. Ну, пришлось папе сделать возврат. Вот такая была история. Понятно. А вот каким ты папу вообще запомнил своего? Ну, сказать честно, папу я запомнил как большого начальника, который... Он редко был дома? Мало бывал дома. И, в общем-то... Немногословный? Не слишком заботливался, так как, чтобы погладить ребенка. И даже сестра у меня старшая была. Вот, ну, так... Во всяком случае, он был... Он жил, конечно, для семьи, но... И для дела. Да, но в душе его была эта работа. Он много работал, он пользовался большим авторитетом в городе. Он один из первых большевиков, если я правильно помню, первого созыва или... Они с мамой оба члены партии Ленинского созыва. Но, более того, он был член бюро обкома Харьковского. Поэтому, сами понимаете... Жестко. И время жесткое было, наверное. Да. Наверное, поэтому... Отдавал себя полностью работе, да. Ну, тогда, может быть... А вот кто из мужчин, кроме отца, тогда, может быть, оказал на тебя какое-то влияние или иначе? Был ли у тебя наставник, кроме родителей? Может быть, не в детское время, а так по жизни? Кто вот эти люди? Ну, по жизни... Кто тебя немножко двигал? Да. Мне остался близок мой двоюродный брат Илья Лев, Который в 16 лет был призван в армию и в 18 лет он был уже на передовой. И он дошел до Берлина и вернулся, слава Богу, живой. И привез очень много безделушек и игрушек из Германии. Многие из которых, где мы сейчас живем уже в течение 20 лет, иногда я вижу там на полках или в продаже на базарах. Вот это было такое самое теплое воспоминание. Он был очень красивый, очень талантливый. Он в последнее время работал начальником цеха авиационного завода. Вот. Ну, это из близких так. А в общем-то... А дальше, потом, по работе? Моей? По твоей, да. По моей работе. Хочется сегодня вспомнить, чтобы они вот как-то тебе двигали по жизни. Ну, по моей работе, в общем-то, я закончил школу успешно. И в 17 лет начал заниматься тем, что хотел поступить в высшее учебное заведение. И дважды в него поступал. Один раз на химический факультет. Один раз на факультет, там был общий факультет механический, но мне не удавалось. Это для меня открытие. Ты всегда для меня был отличником. Да. Ну, вот дело было. Я, в общем-то, сдавал экзамены, но не добирал проходного балла. Понятно. И когда я на третий раз уже поступал в Харьковский институт коммунального строительства, вот, на строительный факультет, это самое, я перебрал баллы, потому что у меня же была такая закалка, и все эти предметы я почти вступить знал наизусть. И я прошел там в числе самых лучших поступивших. Горжусь тобой. Это получилось уже в 19 лет. 5 лет я проучился, закончил институт... По профессии инженер-строитель. Это самое, в 24 года, да. И получил назначение в этот же Казахстан. В городе Джамбул, где пришлось... Где чуть не попал в армию. Пришлось немного пережить. Меня, в общем-то, приняли на работу, ну, как молодого специалиста приняли прорабом. Нас послали туда троих с нашего курса. И нас поселили в гостинице. Мы жили в гостиничном номере, и я строил там центральную котельную. Ну, в один прекрасный день, буквально через 3-4 месяца, как я уже проработал, вдруг пришла меня повестка забирать в армию. А с армии получился курьез еще в институте. Благодаря нашему великому первому секретарю Хрущеву, он убрал все военные кафедры из высших заведений. И у меня получилось так, что у меня на руках было только прописное свидетельство, и меня там вдруг забирают в армию. Ну, честно говоря, может, и здоровье помогло, что оно было, или нервы. Я не прошел у врача, у терапевта, она меня отправила, говорит, я вас пока посылаю на повторную военную комиссию, военкомат, а там уж как ваша судьба там сыграет. Ну, та комиссия подтвердила, что у меня слабенькое здоровье, вот, и нервишки шалили, и еще с тех пор ноги болели. Вот, ну, и я встал перед комиссией, перед военкомом, он говорит, а что ты такой хилый? Я говорю, так, наверное, плохо кормили. А он был сам украинец, Гончаренко. Он говорит, а как ты сюда попал? Я говорю, ну, попал, потому что у меня на руках не было военного билета, вы знаете, он говорит, ну, я могу тебе только посочувствовать. Если тебя с работы отпустят, то я комиссую тебя. Вот. Я пришел на работу, я говорю, так и так, вот у меня вопрос стоит, я бы с удовольствием уехал, что же я приехал с вещами из цивилизованного города, попал к вам, и вы меня тут забираете. А забирали в очень неприятных условиях. Мы жили в гостинице, и там было полно казахов, которые по аулам разбегались, и не хотели служить. Их буквально на аркан хватали, привозили вот джамбул, и это самое, под кран ставили общий кран наше, и их обмывали. И с них блоки прыгали, а мы жили рядом. Я говорю, ну, так что вы задаете такой вопрос? Я хочу домой. А он говорит, как это домой? Ты знаешь сейчас положение? Три года отслужить надо, потом домой. А когда меня поставили на место всего-навсего мастера, на этом месте в течение 20 лет был казах. И он был там в почете, и был на своем месте, но пришлось ему меня оставить. И, конечно, начальник в душе не возражал его оставить. Вот. А вот он мне задает вопрос, как же три года? Я говорю, а как же вы мне поставили условия, что нас троих предоставляют нам место работы, и самое главное, что нас интересовало, место жительства. А мы сейчас втроем ютимся в номере. Вот. Он говорит, о, это так? Я говорю, а что вы не знали, где я живу? Он говорит, ну ладно, пиши заявление. И он мне дает справку, что он не возражает меня уводить, как молодого специалиста. Вот. В связи с тем, что он не имеет возможности предоставить мне жилье. И таким образом я в течение семи месяцев там отработал, собрал свои вещички и вернулся в Харьков. Ну, в общем, вернулся после Джамбула, было РСУ, была вторая областная больница, была мебельная фабрика, где везде пригождались твои руки, так что не зря ты не пошел в Ворону. И была еще в течение 12 лет работа на фабрике, которая изготовляла лекарственные препараты, причем она была на учете в Министерстве обороны Украины, потому что это были запрещенные препараты, и они под строгим учетом были. Ну, а перед этим ты, Ирочка, спросила, умерла мама моя, когда мне было 16 лет, и я еще кончал только школу, я сказал, мамочка, когда я закончил школу в 17 лет, что я ее закончил, она уже лежала прикована к постели, и последние слова, которые она сказала, говорит, ну, слава Богу. Вот, потом мы жили с отцом вдвоем два года, а через два года он женился на женщине, и вот с этой мачехой, и я, и он прожили столько же, сколько он прожил с моей мамочкой 25 лет. Ну, вот, кончилось. Я тоже помню бабушку Аню, и, в общем-то, вспоминаю все равно, что у нас не было, но все равно, все равно, как бабушка, она была ко мне добра. Что меня ждала, меня ждала моя подруга, которая, мы уже с ней год встречались, она меня, как бы, проводила туда, я вернулся домой, потом мы еще год повстречались, и с тех пор, уже 53 года, мучаем друг друга. Ну, а вот в какой момент ты понял, что хочешь жениться на маме? В какой момент, я понял, кстати, со мной в институте училась будущая твоя свекровь, да, она называется, Таня Кузьменко, и мы с ней были там знакомы, а потом так получилось, что я вот, когда кончил институт, особо при деньгах не был, и нам давали путевки, как сейчас помню, за 75 рублей на месяц. пребывание назывался Зеленый Бор, это подчугую он был такой спортивный лагерь, и я туда поехал, вот, но у меня там были ребята знакомые по преферансу, а Таня была там две Тани, ну, и я там на лодке с ней покатался, и докатался, что мы уже вернулись, но мы честно... Это была любовь с первого взгляда? Ну, получается, можно так, мы, мы, в общем-то, честно еще постучались два года, как говорится, в те времена честно было все, а потом поженились, вот, и через годик у нас родилась ты. А вот что ты делал в тот день, когда я родилась? В тот день, когда ты родилась, у меня страшно болели зубы, я пил водку, чтобы заложить этот самый, когда ты родилась, мне сообщили, я был немножко, может, и в таком веселом состоянии, но я схватил первый, а у меня много машин работало, первый попавшийся грузовик и приехал, более того, я не просто приехал, я сумел попасть в родильный дом, потому что моя соседка, Тоня, ее звали, Антонина, она была заведующим отделением в вашем, в вашем роддоме, вот, и, значит, она меня провела с группой студентов, которые ходили и проверяли, как, чем кормят молодых малышей, молодые мамы, вот, и мне, значит, тоже это приходилось, как бы, потрогать, вот, потому что это самое, но в это время, потрогать женскую грудь, ну а что, там все этим занимались в это время, студенты, вот, но в это время вывезли тебя, я тебя увидел, узнал меня, да, я не мог тебя узнать, потому что я не знал, как, как надо, какой ты будешь, но, слава Богу, мне повезло, тебе повезло, это мне повезло, а вот, что нужно было сделать, чтобы, как нужно было воспитывать ребенка, чтобы он вырос вот таким, как я? Ну, я так думаю, что я, в общем-то, был неплохим отцом, ты на меня, может быть, смотрела, и я не обижал, старался не обижать ни маму, так как сейчас, а тогда и тебя, тем более, вот, и поэтому дом, моя главная задача была обеспечить жизнь благополучную и тебя, и маму, и мы, по-моему, не голодали никогда, вот, и... И самое большое наказание было для меня, это твоя фраза, будешь ходить в мешке, когда я плохо относилась к вещам? Мы получили уже свою квартиру, и при моем усилии, тогда тяжело было устроить детский садик, но благодаря своей работе я познакомился с заведующей, и она тебя приняла. За банку краски? Нет, за ведро краски. Вот, но ты там вела себя так, что она никаких жалоб на тебя не имела, и мы только одно удовольствие получали. потом это самое, перевели тебя в другой садик, уже были проблемы туда, две-три остановки или пешком, или на троллейбусе, я тебя туда носил, но ты там проявила себя с хорошей стороны. Ну, в любви все растет хорошо, даже кактусы. А вот как ты думаешь, как ты считаешь, сегодня отцам тяжелее или вот вам было тяжелее? Отцом когда быть сложнее? В какие годы? Сегодняшним отцам сложнее или вашему поколению отцов было непросто? Кому легче? Ну, оно по-разному, к чему подойти, все зависит во-первых, от человека самого, от его способностей и от того, как он, на каком месте он был принят на трудоустройство. Вот, ну, что сказать, не секрет, не будет секретом, потому что я вижу всех твоих коллег и неоднократно пришлось рассказывать, что мы уже 20 лет живем в Германии и не гневить Бога, нам жить нормально, мы не жалеем, что туда поехали, мы не знали даже, что могло быть с нашей родной Украиной, которой я коренной харьковчане родился на Украине, прожил там 60 лет, полностью отдал себя перечисленным предприятиям, которые, ты говорил, ты еще последний не сказала, биофабрика была. Вот, поэтому нам, как говорится, жаловаться нечего, мы попали в хорошие еще условия, когда нас приняли и нас на социальное пособие определили, а возраст был у нас такой, там именно пенсионный мой, а мамы не хватало всего два года. И этот пенсионный возраст сыграл то, что хотя в Германии до 65 лет, но как раз Меркель издала указ, если состояние здоровья будет не позволять, то не на работу не обязывать. и вот мы практически там не работали, а работать бы пришлось, как говорится, не в хороших условиях, вплоть до того, мои коллеги там ходят, убирают территории и в лучшем случае это самое ухаживают за больными, ну, слава Богу, ну, так нельзя говорить, в общем-то получилось так, что мы не работали в Германии на Германию и все эти 20 лет получили хорошее жилье, вот, благодаря которому вот мама говорит рассказать про свету, там живет моя двоюродная сестра, она на год раньше туда приехала и вот и посодействовала нам, когда уже среди своих знакомых нам это жилье получить, ну, ты знаешь, бываешь у нас, у нас вполне квартира на двоих 60 квадратных метров с большим балконом, можно сказать, в центре города, где транспорт, транвай, два маршрута, вот, но еще я тебе не отметил, но ты это знаешь, что я в Харькове в течение 25 лет имел машины, был за рулем, а когда приехал сюда, в Германию, здесь у всех была идея основная купить машину недорого, но я когда столкнулся с этим, я мог бы только год на своих правах поездить, а потом были очень тяжелые условия сдавать это самое, во-первых, это стоило больших денег, и некоторые по два-три года мучились, и я от этой идеи отошел, и не жалею, потому что вот тех условиях, как мы живем, нам машина не нужна, это только вертолет, это была сплошная забота, вот, и все, но я очень рад, что ваша семья восполнила все мои автомобильные мысли и желания, и слава Богу, что у вас у всех есть машины. Ну, вот ты уже говорил о том, что рожденный в СССР на Украине, дети сегодня, ну, вот, все мы живем в Ульяновске, в России, ты в Германии, а где твой дом? Мой дом сейчас, это три дома, значит, основной дом, как ни странно, мне ваш дом, и он меня волнует, а место жительства у меня, это Германия, и она стала домом и крышей, и домом, который нас кормит, поэтому, и третий дом, это Украина, где мы прожили с мамой всю жизнь, и где ты родилась, вот, разделить невозможно, практически разделить невозможно, пап, вот, ну, не секрет, что, еще неизвестно, какая дата важнее, твое 80-летие, или рождение внучки, правнучки твоей, вот, в мае ей исполнился годик, какой бы ты хотел остаться в памяти внучки, вот, на камеру можешь ей что-нибудь сказать, пока она не понимает слов, нет, но, Дашенька, если говорить на камеру, мы видели по скайпу ее, но здесь я не ожидал увидеть такое чудо, которое вот так уже самостоятельно ходит ножками, которая улыбается, которая вот, вот, заговорит, и, в общем-то, я ей могу только пожелать, чтобы она с прекрасными родителями моей внучки, ее мужем и с прекрасной бабушкой в твоем лице, я только смотрю, когда она с тобой, она буквально расцветает, чтобы вы пополнили еще вашу семью, и чтобы у вас все отношения между вами вообще, это показательные отношения между твоей семьей и семьей и твоей дочкой нашей внучечки и теперь правнучки, и это приятно, чтобы у вас так все и продолжалось. Ну, я думаю, что наше сегодняшнее интервью, к сожалению, но время заканчивается, и это будет началом сегодняшнего большого разговора, нас ждет сегодня вечером еще большой семейный ужин, я думаю, мы будем много вспоминать и много фантазировать, ну, а если у тебя, дорогой зритель, отец все еще есть в твоей жизни, не упусти возможность узнать больше о нем, выключи телевизор, закрой планшет, удали все отвлекающее тебя и отважься на путешествие в страну воспоминаний и приобретенной мудрости. Спасибо большое, я рада, что ты был в моей студии. Всего доброго. Спасибо и вашим всем сотрудникам большое. Чтобы не было пустоты, папа, и были всегда желания. Да. А ты умеешь жить. Единственное, что в заключении могу сказать, что немножко жалко, что мне уже 80. 80 это бесконечность, можно еще фантазировать, насколько придумаешь. Да. Главное, о здоровье заботиться. Еще раз спасибо всем за внимание.